Хлеб для нашей души Не знаю, вам это хорошая новость или плохая, но она так и есть, это факт. Бог как-то дал мне с начала этого года рассуждать над этим. Мне было очень интересно, не знаю, как вам. Мы говорили о Самуиле, говорили о Иоанне Крестителе, и мы в конце концов пришли к Самсону, сегодня буду говорить о нем. Самсон, если о тех было предположение, что они были Назареями, то книга Судей с 13 главы, начиная, говорит нам, 13 глава, 5 стих. От самого чрева матери, от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Это Назарей Божий Самсон. Сомнений нет, Библия так говорит. И характеристики с Назареев мы уже говорили и повторялись, но хотел я все-таки закончить эту тему именно Самсоном, не потому, что он точно Назарей, а потому, что я хотел начать с хороших примеров, на мой взгляд. Я даю это право вам выбирать и делать выводы, Самсон это хороший пример или плохой пример. Но, вы знаете, 11 глава говорит, что он один из тех великих, которые засвидетельствованы в вере между пророками. Там и Самуил, там и Давид, и в том же числе стоит Ефай и Самсон. Вы знаете, в одном ряду. Это очень серьезно, потому что если мы знаем, кто такие мужи Божии, те, которые были перечислены, то Самсон вместе с ними. Значит, это муж Божий, серьезный муж Божий, о котором стоит рассуждать, из его жизни взять некоторые для себя уроки, примеры. И опять провожу параллель, о чем говорил и ранее. И здесь мы видим в 13 главе, я буду несколько глав пробегу быстро. Я рассчитываю на то, что вы знаете, Слово Божие читали, но если нет, то почитайте после. С 13 по 16 глав включительно, все о Самсоне. Это много. Для одного героя Библии это много, друзья. Есть смысл почитать, вникнуть, поразбирать для себя. Потому что наверняка Бог что-то хочет сказать нам в общем собрании, а что-то, наверное, хочет сказать лично тебе. Поэтому я вас подбодряю. Читайте, вникайте. Там есть нечто важное. А я буду в общем проведу какую-то такую, знаете, характеристику его жизни. И попробуем порассуждать, какие-то уроки сегодня для себя извлечь из этого. Итак, должен был родиться такой человек, которого назвали Самсон. Опять типичная ситуация. Женщина неплодна. Жена, муж, жена, семья. Благословенно, нет, мы ничего не читаем. Был муж, была жена. Была потребность, была проблема. Наверняка проблема. Нету ребенка. Но, вы знаете, приходит Ангел Господень и возвещает, будет. И будет не просто ребенок. Знаете, много детей рождается. И бывает, и долго ждут, и не получают, и рождается. Здесь Ангел Господень пришел и сказал, вот этот пятый стих. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына бритвы, не коснется головы его, потому что он от самого чревого младенец, сей будет на заре Божьей. И он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. Это определение, друзья. Это чудесно. Наверное, я уже не буду повторяться, но уже говорил об этом. Было бы прекрасно в своей жизни услышать, что дитя, которое родится у тебя, это будет нечто особенное. Это будет не просто ребенок. Это будет на заре Божьей. У него будет определенное предназначение. Он начнет спасать Израиля. Знаете, что интересно в этой паре, Маной и его жена, это звали так родителей Самсона, это то, что мне интересно было бы с вами заметить. Восьмой стих тринадцатой главы. Не знаю, высвечивать, нет. Но следите по тексту. Когда это случилось, то ангел Божий, кстати, между прочим, интересно, пришел к жене. Опять. Он всегда приходил к женщине. Это такая привилегия сестры. Ангел Господень будет проходить всех и придет к сестре. Это, мне кажется, удивительно. Мужей проходит мимо. Захаре тоже было сказано, Елизавете и так далее. Анна получила откровение. И здесь он приходит именно к женщине, потому что он понимает, что она примет что-то важное, ей нужно будет пережить. Вы знаете, ее муж Маной очень сильно возревновал от этого. Мы читаем восьмой стих. Маной, ну здесь говорится так, Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с семей, и чем родиться младенцем. Очень интересно. Представляете, жена приходит, говорит, мне Бог говорил. Муж говорит, я тоже хочу. Вот это ревность. Это здоровая ревность, друзья. Пускай у нас бы такое было всегда. Знаете, мало ли того, что с женой поговорил Господь, ты говоришь, ну я рад за тебя. И пошел спать. Вот Маной оказался другим человеком. Мы читаем. Он так возревновал. Он говорит, я тоже хочу слышать это. Это мощное откровение, которое ты получила. Ну, жене своей, да. Ну и говорит, я тоже хочу его слышать. И он так молится. Помолился Господь и говорит, Боже, пусть придет опять к нам человек Божий. Хочу я слышать это. И знаете, что очень важно в этом восьмом стихе, и это, наверное, первый урок сегодняшней проповеди. Он просит Бога очень интересную вещь. И научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. Это очень важная мысль. Вы знаете, когда Господь что-то проговорит тебе и мне, в данном случае о младенцем, то как важно, по крайней мере, мужчине, священнику в доме, а у вас, у кого есть семьи, у кого еще будут, как важно вымолить у Бога, вы знаете, не просто благословение вот этого дитя или какое-то откровение. Я, знаете, в прообразе беру это, это может быть служение, это любое откровение, которое Господь тебе, может быть, дал. Может быть, что-то Он откроет тебе и скажет, я тебе, ну, буду использовать тебя в этом деле служения, я буду действовать через тебя так. Ты получаешь это откровение, и не просто в эйфории ходишь и думаешь, о, как же замечательно, Господь так сильно будет действовать, там, или дитя родится, какой же все-таки у нас семья благословенная, такого ребенка даст Бог. И только ходишь там всем, не знаешь, как это рассказать лучше. Как важно в этот момент, когда ты получишь от Бога нечто важное, и еще спросить у Него, Господи, а научи меня, а что мне делать с тем, который родится? Это такая важная мысль, друзья. Если только немножко задуматься, насколько Бог хотел бы нам открывать, если бы была у нас такая ревность, не просто получить благословение, ты о чем-то молишься очень долго, просишь, 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 и Господь говорит, вот, я дам тебе. И в этот момент попросить Господь, а вот то, что ты мне дашь, ты дай мне мудрости, а как мне с ним поступить? А как мне этого ребенка вообще воспитать и поднять? А если он говорит о чем-то другом в твоей личной жизни, ты попросил Господь, ты покажи мне, я не хочу просто благословение принять, я хочу еще и мудрость получить, как с этим благословением обращаться? Это немаловажно, друзья. Потому что очень часто, мне кажется, мы в жизни наши, мы верующие, бывает так, что благословение просим, 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 получаем, а потом очень беспечно с ним обходимся. Очень беспечно. Почему бывают и проблемы? Ну, вы молодые, но об этом стоит рассуждать. Почему и семьи иногда страдают, ну, в отношении мужа с жены. Мне кажется, что это отчасти вот это, я когда рассуждал над этим стихом. Ты знаешь, ты просишь, Господи, пошли мне вот эту половинку, мужа, жену, кому-кого. И вот оно, и вот оно длится, вот ты ждешь, ждешь, ты как бы молишься, смирение ждешь, и вот он, настал день. Как важно попросить, Господи, а вот теперь вот этот человек, которого ты мне даришь, тебе сделали предложение, ты ответил, все хорошо идет. Попросить у Бога мудрости, Господь, а ты дай мне не просто жену, а дай мне мудрость, и дай мне видение о Тебе, как сделать ее самым счастливым человеком на этой земле. Вот именно этого человека и сестра взаимно просит о своем муже. Это так важно, друзья. Наше благословение, которое дает нам Господь, у нас бы умножалось. Мы не просто его получали, оно бы умножалось, друзья. Я это вижу, потому что с годами я чувствую, как важно это. И тут я вдруг читаю вот это, я не помнил этого стиха, им честно скажу. Только когда стал вникать, остановился просто, подчеркнул, думаю, Господи, как важно это. Что-то Тебе Господь обещал и говорит, я дам Тебе, а Ты теперь попроси у Него мудрости, Боже, а как мне с этим теперь поступить, чтобы еще больше Тебя прославить. И приходит этот муж Божий и говорит с ними, с этими родителями, Господь благ, Он услышит такую молитву, Он разъясняет. Более того, Новый Завет говорит четко, кого не достает мудрости, просите у Бога. Просто, и Он дает просто и без упрек. Точно даст. Господь дал им мудрость. Я не знаю, как они Его воспитывали, мы в принципе этого не читаем. Мы приходим к концу 13 главы и уже читаем 24 стихом. И родила жена сына, и нарекла имя Ему Самсон. И рос младенец, и благословлял Его Господь, и начал Дух Господень действовать в Нем, в стане данного между Цорой и Столоном. Чудесно. Родился Самсон. Рос Самсон. Благословлял Его Господь и начал Дух Господень действовать в Нем. Чудесная характеристика. Вот дал бы Господь нам так. Дитя. Ты видишь, Господь благословляет Его. Дух Святой начал действовать в Нем. Лучшего, наверное, и желать невозможно на этой земле. Они получили свое благословение, друзья. Но это только начало. Наконец-то родился этот Самсон. Вот опять интересная ситуация. Хочу подметить это в очередной раз, уже третий раз по теме. Мы не читаем, как Он рос, и как Его благословлял Господь. Мы не читаем, как начал действовать Дух Господень в Нем. Ну, просто нет этой информации. Вот Бог взял и сокрыл. То же самое мы не читаем про Самуила и про Иоанна Крестителя. Помните, в тот раз мы читали. Ну, я в Библии не вижу ничего. Просто Господь берет, и огромный отрезок времени, жизни молодого человека, нам не дает никакого понимания, как это было. Между прочим, Самсон 20 лет был судьей Израиля. Это не маленький срок. Как-то он рос. Библия свидетельствует, что рос благословенно. Ну, вот приходит время, вы знаете, когда Самсону нужно становиться взрослым. Это как раз в то время молодости, наверное, уже достаточно взрослый человек. Ну, раз надумал жениться. Мы, может, понимаем. И вот первое, что у него приходит в голову, мы читаем с 14 главы 1 стиха, это то, что он пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Пошел, объявил отцу своему матери своей, сказал, видел женщину из дочерей филистимских, возьми ее мне в жену. Нормальное желание. Вырос, повзрослел, хочу жениться. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Хорошая характеристика и хорошее основание для того, чтобы жениться, правда? Ну, понравилось и все. Но очень важно, мне кажется, все время в истории Самсона возвращаться к началу. Определение жизни Самсона было начать спасать Израиля. Он будет на заре Божий, который будет посвящен Господу. Первая мысль. Какой урок из этого, друзья, можно излечь? Когда тебе что-то понравилось, вернись к основам Слова Божьего и проверь, а это вообще то, что тебе понравилось, оно нравится ли Богу. Ведь родители его очень четко ему говорят, послушай, сынок, неужели женщин мало, неужели девиц мало на этом свете? А он говорит, а мне понравилось. Не кажется вам, что это очень похоже на нас? У нас так бывает иногда. Вот живем мы, мы же не в монастыре живем, мы же не где-то аскетами, где-то в пустыне. Мы живем среди мира, среди всех обитающих на этой земле. И вот ты живешь, 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 а ты понимаешь, что твое предназначение будет исполненным Духом Божьим. Бог благословляет твою жизнь. Мы читаем конец 13 главы. И вдруг у тебя приходит желание, а мне понравилось. И в этот момент, ты знаешь, ты никого не слушаешь. Твои родители тебе говорят, слушай, ну, понятно, что понравилось, но это неправильно. А тебе в этот момент, ты как паровоз идешь к своей цели, а она мне понравилась, возьми мне ее, говорит. Очень интересно. Вы знаете, по сути, надо вещи называть своими именами. Это называется похоть. Ну, ни много, ни мало, друзья. Почему похоть? Потому что Библия говорит о том, что похоть зачавшей рождает грех, соделанный грех рождает смерть. Цепочка греха, мы знаем ее все, да? И вот интересно, что вот это на этапе твоего желания, если твое желание просто обосновывается тем, что тебе понравилось, и ты можешь это, далеко не значит, что Господь тебе позволяет это. И это вообще как принцип. Это даже не то, что ситуация там женитьбы, да, вы же понимаете. Это принцип какой-то Божий, который он здесь прописан в жизни Самсона. Желание должно проверяться с желанием Бога. Желание Бога в принципе записано в Библии. Если тебе недостаточно понятно, что твое желание совпадает ли с волей Божьей, ну пойди к старшим спроси. Если бы Самсон пришел к родителям и сказал, послушайте, мне там одна девушка понравилась у филистимлян, но хотел бы жениться. Как? Отец бы четко ему и мать сказали, сынок, все замечательно. Но это не твой путь. Ты на заре Божий. Ты однажды муж Божий пришел и сказал, ты родишься, не просто родишься, ты мужем Божьим будешь, ты будешь спасать Израиля, ты судья народа Божьего. Сынок, есть другой путь. То, что тебе понравилось, это искушение дьявола. Откажись от этого. А у нас как? У нас иногда бывает, а нам не понравилось. И что мне кажется ключевым в этом случае, отец его и мать, четвертый стих читаю дальше по тексту. Отец его и мать его не знали, что это от Господа. И что он ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. Что же было от Господа? Я не буду повторяться на этом месте. Не так давно, наверное, месяц назад пастор проповедовал на эту тему. Кто-нибудь, может быть, помнит. Что же было от Господа? Вот я про это больше говорить не буду. Я хотел сказать те мысли. Вспомните, о чем он говорил. Кто не помнит, послушайте, у нас на сайте все проповеди записаны. Советы – это хорошая практика. Идем дальше. Идет следующая ситуация. Они все-таки идут туда. Желания Самсона не смогли укротить родители и никто. Он взрослый человек. Он говорит, я уже могу решать сам. Вы или идете со мной, или нет. Они пошли с ним. Ну, пускай будем считать, что это от Господа все вот это провидение. Как будто бы Бог согласен с тем, что он берет из филистимлян жен. Это против закона. Это против вообще всех постановлений. Но он идет. Что интересно, здесь мы видим ситуацию. Знаменитый лев. Пошел Самсон с отцом своей матери своей к Феннафу. Когда подходили к виноградникам, вот молодой лев рыкая идет навстречу ему. Сошел на него ду Господень. Он растерзал его, как козленка. А в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своей матери своей, что он сделал. И пришел он, поговорил с женщиной. Понравилось Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее. И зашел посмотреть труп льва. И вот рой пщел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, ел дорогу. И когда пришел к отцу своей матери своей, дал им. Дал им. И они ели, но не сказал им, что львиного трупа взял мед сей. Интересная ситуация. Знаете, надо искать здесь прообраз. Здесь не просто сила Божия сходит на Самсона. Это не просто он взял и растерзал, а в руках у него не было ничего. Это что-то сверхъестественное. Это все понятно. Но мы понимаем, Библия прежде всего говорит некоторыми прообразами духовными. Вы знаете, знаменитое место. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Помним такое место? Кто ходит, как рыкающий лев? Враг души человеческий. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Очень четкий прообраз дьявола. И когда, вы знаете, здесь надо видеть эту ситуацию духовную. Самсон встречается в своей жизни с этим львом. И так как Дух Господень сходит на этого человека, он растерзал его легко. В прообразе, вы знаете, о чем говорит Библия? Библия говорит о том, что когда ты исполнен Духом Божьим, и на тебе помазание от Бога, ты встречаешься в своей жизни со грехом, и ты разрываешь этот грех очень легко. Условия этой силы – исполнение Духом Божьим. Самсон это сделал. Именно этот прообраз здесь прописан. Ты когда встречаешься в своей жизни со грехом, между прочим, хочу заметить, он на пути туда, куда Бог в воле Божьей не является. Но на этом пути, ты знаешь, когда я возвращаюсь к тому желанию, мне понравилось. Ты идешь к своему желанию, которое непреодолимое желание, а ты понимаешь, что Господь не благословляет это. Родители сказали, не надо, но ты все-таки туда идешь. И на пути, этом пути, в своем жизненном, ты встречаешься с очень серьезной проблемой, лев. Это грех однозначно. И ты знаешь, ты, так как ты исполнен Духом Божьим, ты на заре Божьей, ты вот то дитя благословенное, ты исполняешься Духом Божьим и греху говоришь нет. Ты растерзал его просто голыми руками. Знаете, что в этот момент приходит? Вау, я сильный. И значит, мое желание мне понравилось, Господь со мной идет. Это сто процентов преследует постоянно на подсознании тебя. Ты говоришь, а я спокойно могу не пить, не курить и не блудить и так далее по списку. Спокойно. И то, к чему я стремлюсь, мое желание, я иду туда, значит Господь со мной. Очень опасная постановка мышления. Она приводит к падению, друзья. Вы знаете историю Самсона? Я буду потихонечку, по тексту. Это хорошо, когда в твоей жизни ты на самом деле можешь встретиться с этим грехом и раздерзать его. Но запомни, это не твоя заслуга. Может быть, это заслуга твоих родителей, которые за тебя так сильно молились, которые принесли тебя в Дом Божий, однажды благословили, и ты возрастал здесь, среди народа Божьего. И тебе, конечно же, будет легко греху сказать нет. Ты просто растерзаешь его. Тебе намного легче это сделать, чем тому человеку, который вырос в мире, и его общество, которое обгружает его, оно вообще во грехе все. И ты по сравнению с ним в том обществе окажешься таким, который такой сильный, крепкий, и тебе скажут, вот это сила воли у тебя, друг. Я знаю, о чем я говорю. И ты говоришь, я льва вот так вот растерзал. Для меня грех это вообще не проблема. У Самсона так и получилось. Но что делает он? Пришел, поговорил с женщиной, и спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, в смысле эту жену, эту женщину. Постоянно вокруг этой проблемы крутится. Плохо, друзья, я почему вам говорю? Обратите на это очень сильно внимание. Человек, исполненный Духа Божьего. А похоть сильнее всего. Она все равно, она как держит его. Она взяла весь его разум, и он только за... Он как... Плохое слово крутится на языке. Но не может он уже контролировать себя. Вы понимаете суть? И на этом пути он грех побеждает. И что он делает опять? Зашел посмотреть труп льва. Что такое? Мы возвращаемся к Назарею. Нельзя скверняться от мертвого. Он четко нарушил одной заповеди. Четко и ясно нарушил ее. Сто процентов знал, что нельзя. Сто процентов знал, что нельзя. Знаете, о чем мне это говорит? Это очень серьезный прообраз того, когда ты в своей жизни справился с каким-то грехом, ты лучше знаешь с каким. Ты растерзал его вот так вот легко, и чувствуешь, что ты такой герой. Потом приходит такая мысль. А зайду, посмотрю, он еще там? Ну, не возвращайся туда никогда. Возвращайтесь туда никогда. Одну вещь скажу, я вообще про вашу жизнь ничего не знаю. Но пришел такой интересный пример. Может, в твоей жизни когда-то кто-то пытался с тобой познакомиться. Ну, например, личная жизнь. Почему у меня дети растут? У меня 12 лет скоро, дочки старшие. Я это понимаю, мне это настолько близко. И кто-то захотел с тобой в какие-то отношения завязать. Вот тот из филистимлян. И ты в один момент почувствовал или почувствовала, что ты не от Бога. Была на пути, был на пути. Ты почувствовал, нет, это не Бог. Это какое-то искушение. И ты смог сказать все. И разорвал все отношения. Это была победа над грехом. Слава Богу за это. Почему? Потому что ты помолился перед этим, и Бог тебе четко сказал, Деся мое, это не от меня. Самый красивый, самый такой лучший просто. Выйду замуж и покаю его. Ну, это там по схеме мы знаем. Нет. Ты пошел, помолился, и тебе Бог проговорил четко в сердце, не делай этого, это не я. Не благословлю, а ты все равно. Шел, 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 и потом сказал, Все, прекращаю отношения, больше не общаемся. Это труп льва. Знаете, что? Проходит какое-то время. Тебе интересно, а этот человек, он еще не женился? У него есть какие-нибудь отношения? Ну, элементарное любопытство. Зайду, посмотрю на труп льва. Он еще там? Друзья, я настолько увидел вот эту ситуацию. Не возвращайся оттуда. Не через социальные сети. Не ищи встречи с этим человеком. Даже не интересуйся ни у кого, где он вообще живет, где учится. Не делай этого. Для тебя это труп льва. Ты осквернишь себя и нарушишь заповедь Божию. А Бог так хочет благословить тебя. Что интересно, Он берет оттуда мед и кушает еще. Нельзя. Нельзя. Ты заглянешь туда, куда тебе не нужно заглядывать. И вдруг это тебе станет так сладко. И самая большая проблема будет для тебя в будущем, это то, что вот тот порог, да, по-фински кюнус, который ты перешагнул, он для тебя станет прямым полом. Порога больше нет. Ты скажешь, я это уже делал. И огонь Божий не сошел на меня и не погубил меня. Друзья, я вижу в Самсоне так много нас, поэтому хочу, чтобы это принесло нам пользу сегодня. Вы знаете, дальше не буду разбирать эту ситуацию, вот этой странной свадьбы, на которую он пришел, у нее ни одного друга. Все друзья ему дали всех друзей из фалестимлян. Это вообще странная ситуация. Так, конечно, ты с церкви пришел на мирскую куда-нибудь ситуацию, тебе там быстро друзей найдут. Почитайте сами потом. Очень странная ситуация. И у меня вопрос, Самсон, что ты там делаешь? Это не твое место. Твое предназначение быть среди народа Божьего и освобождать его от этих необрезанных. Вот и все. Ты что там делаешь? Загадки загадывает. Будем по тексту дальше. Размышляйте сами, почитайте дома, помолитесь, пусть Бог что-то проговорит. Дальше действие его, я даже не буду так все разбирать под четко, да, я просто хотел первую главу для вас показать и вместе с вами порассуждать, как много глубины там, как много уроков, если мы только попросим у Бога мудрости. Здесь очень много ситуаций, когда Самсон ведет себя вообще странно. Ну вот давайте для примера, я уже не говорю про лисиц, которых он связал и пустил на пшеницу. Для этого на тебя дух Божий сходит, я не понимаю. Я уже не говорю про то, что когда он проиграл этот спор, для того, чтобы отдать то, что он обещал, 30 перемен надежд, он пошел и убил 30 людей, чтобы за себя заплатить. Ну давайте так быстренько, почитайте дома, вдумайтесь вообще, где мудрость, где здравый смысл, где рассудительность. Ну будем помнить, это на заре Божий, который исполняется Духом Господнем. У вас соединяется это как-то? Вот в моей голове, например, нет. Я только верую могу принимать этот текст, я вам честно скажу. Понимая, что это Библия. Еще одна ситуация. Вот просто для того, чтобы картинку нарисовать. 16 глава, 1 стих. Вот просто вот так вот мы по тексту идем. Пришел однажды Самсон в Газу, это филистимляне. Ну то есть опять где-то он, где он находится все время, непонятно. Самсон, где ты вообще все время обитаешь? Он приходит к Газу. Увидев там блудницу, вошел к ней. Жители Газы сказали, Самсон пришел сюда. Ходили они кругом, постерегали его всю ночь в ворота города. И тоялись всю ночь, говорят, до света утреннего подождем, убьем его. А Самсон спал до полуночи. А в полночь, живстав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои, отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Ну и дальше по тексту мы читаем. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине, Сарек имя Едолида. Роковая женщина в жизни этого человека. Объясните мне ситуацию с воротами. Это что такое вообще? Вы знаете, я не хочу уничижать Самсона, он муж Божий. Я просто хочу для себя разобраться. Господи, вот я читаю эти тексты. Я что должен отсюда вообще извлечь? Я знаете, друзья, к чему прихожу? Вот просто даже вот этот первый стих. Пришел в газу, увидел блудницу, вошел к ней. Это что такое? Ты израильтянин, ты муж Божий, ты на заре. Это что за поведение такое? А вы знаете, порог был вот там вот еще в 14 главе. Вот тогда, когда тебе говорили, не делай этого. Кто-то проповедовал, кто-то где-то учил, кто-то пытался тебе вот это вот на тебя наставление давать. Ты так все пропустил, и ты сказал, а она мне понравилась. Та первая, которая понравилась, уже вообще неизвестно где она. И даже имени нет. Вот то первое, оно даже в своей жизни уже будет как, ой, какой-то, это было давно и неправда. Придет скоро Далида, вот она точно будет беда твоей жизни. Почему? Потому что ты прошел столько границ, когда Господь тебе говорил, не делай этого, стой, остановись, 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 Самсон. Ты совершенно не для этого рожден. Ты совершенно не для этого. Я исполняю тебя Духом Своим, Господь. Я уверен, что он говорил к его сердцу. Но вы знаете, в чем вся беда этого человека? В том, что он все это пренебрегал. Пренебрегал, пренебрегал и пренебрегал. И самое интересное, все время исполнялся Духом Божьим. Вы знаете, мы же почитаете здесь, вот исполнялся силой Божией и тысячу человек челюстью. Он говорит, толпу и две толпы вообще могу убить. Это вообще не вопрос для него. Цифры были не вопрос. Сила была сверхъестественная. В прообразе это сила Божья. Сила в служении, когда ты будешь служить прославлением, проповедовать Слово, молиться. Ты будешь понимать, что когда ты исполняешься Духом Божьим, что-то происходит. И явно все видят это. Но вот та твоя жизнь, вне этого полна совершенно безумия какого-то, друзья. Мне иногда так кажется, что как будто бы мне Бог в этих ситуациях говорит, послушай, ты понимаешь, как может быть опасно исполняться Духом Божьим, быть христианином и вместе с этим вести жизнь, которая полна какого-то неадеквата просто. Проследи за своей жизнью. Ты что делаешь, и тебе ничто не останавливает? Проверь себя. Вникай в себя и в учение. Если тебе самому не хватает, позвони братьям, позвони служителям, пообщайся с кем-нибудь к теме, кто близок к Господу, ты же понимаешь. И спроси, слышишь, я вот так вот что-то поступаю так. Ну исповедуйся служителю, сходи. Почему? Ну потому что скоро будет беда в твоей жизни. Скоро придет Долида, и она укачает тебя и обрежет тебе волосы. Мы же знаем эту знаменитую историю. Но не было так, что шел, чихнул, испоткнулся и в грех упал. Не бывает такого. Это процесс, 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 в котором ты отвергал волю Божию систематически. Систематически. И даже не смотрел, что ты прошел назад. Оглянись, а что за плоды твоей жизни? Ворота с запорами, которые стоят на горе? Друзья, задайтесь этим вопросом. Я задаю его себе и пытаюсь рассуждать. Ворота, стоящие на горе, это что, слава Богу? Ты куда потратил силу, которую Господь тебе дал? Вот об этом я задаюсь сегодня вопросом. Ты чем занимаешься, когда Бог исполняет тебя Духом Святым? Когда Бог говорит твоему сердцу, ты чем, где тратишь время? Ну, Даник сегодня честно сказал. Даже устал. А это не серьезный вопрос. И чем мы старше становимся, чем серьезнее ты в служении, тем больше этот вопрос будет актуален. И Господь еще серьезнее, Даник тебе будет говорить. Будет спрашивать за каждую минуту. Я в этом настолько уверен, потому что переживаю это сам. Я вам свидетельствую об этом. Бог спрашивает у меня за каждый день, ты как его провел? Ты что вообще сегодня делал? Это очень серьезно, друзья. Потому что если Бог исполняет Духом Божиим, если Он назвал тебя своим детем, Он сто процентов будет спрашивать, как ты провел свой день. Если ты Ему покажешь на ворота, стоящие на горе, Он спросит, а это что? Это к чему было вообще? Ты зачем это сделал? А ответ кроется в первом стихе, потому что пришел, увидел блудницу, вошел к ней. Ты с грехом играл, и уже даже не замечаешь, что ты в нем вообще. Это серьезные, друзья, вопросы. Хотелось бы польстить нашим ушам, вы знаете, хотелось бы подбодрить, а я хочу вас подбодрить. У нас есть ответ на эти все вопросы. Иди ближе к Господу. Не пренебрегай Его голосом, когда Он тебе говорит. Он иногда говорит так с любовью, что ты думаешь, что Он как будто бы согласен с твоим образом жизни. Нет. Просто Он так сильно любит тебя, так сильно любит тебя, так долго терпит, Друзья, сегодня у меня очень серьезное слово к вам. Я бы хотел, чтобы среди нас не было самсонов. С одной стороны, я бы хотел, чтобы мы были все исполнены Духом Божьим, вот такие благословенные, как Он. А с другой стороны, не хотел бы, чтобы в нашей жизни мы оглядывались назад, и у нас была сплошная беда, а не жизнь. Что это за плоды жизни? Иду потихонечку к заключению. Долида. Знаменитая Долида. Семнадцатый стих. Ну, даже с шестнадцатого начинаю. И как она словами своими тяготила его всякий день, мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. Долида замучает тебя до смерти просто. Друзья, она просто замучает. Она будет, у врага душ человеческих, у нее столько терпения, он будет тебя бомбить, 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 бомбить. Пока ты не сдашься. Не отступит ни на секунду. Не отступит ни на секунду, друзья. Серьезные вопросы. Ты будешь думать, ха, слегка справлюсь с этим. Четко дам дойти вот до этой ситуации и дальше скажу нет. Послушайте, что говорит Слово Божье. Не сможешь сказать нет. Будет так наседать на тебя, так будет наседать на тебя, так будет наседать. Сдашься в один момент. Услышьте меня. В личных отношениях молодежи сто процентов так работает. Будет этот жених твой так, на тебя наседать. Так будет наседать. Руки распускать не будет. Но дотягодит тебя так, что тебе до смерти станет тяжело. Я знаю, как они работают. Это работа дьявола. А нам надо иметь мудрость. В этот момент вспомнить, а ты где вообще находишься? Самсон, оглянись. Твоя голова на коленях долиды. Ты где вообще находишься? Очнись. Муж Божий, что ты тут делаешь? Иногда надо вспомнить, немножко проснуться. А что я вообще здесь делаю? Мое предназначение быть у ног Бога, в Доме Божьем, в конце концов, служить Господу. Я Ему посвящен. Сегодня Генрих об этом говорил. А моя голова ее гладит доли. Самсон, что ты тут делаешь? Очнись. Друзья, это все про образы заигрывания со грехом. Не делай этого. Бог хочет так сильно благословить твою жизнь. 17 стих. И Он открыл ей все сердце свое. Все сердце свое открыл. Кому? И сказал ей, бритва не касалась головы моей. Ибо я на зареи Божия, чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. И сделаю слаб, и буду, как прочие люди. Он добился того, что хотел. Далида добилась того, что хотел. В принципе, ты, Самсон, не нужен. Мы же видим. Такое циничное, элементарное отношение. Вот так вот мир относится со всеми детьми Божьими, друзья. И это никакая не новость. Не для вас, не для меня, не для всех поколений. Но почему-то все так часто кто-то туда все-таки залезает. Но я хочу это прочитать не для того, чтобы испортить тебе настроение. Я хочу это прочитать тебе и себе, для того, чтобы ты понял, нельзя с этим играться. Нельзя. Отступит от меня сила моя, я сделаю слаб, и буду, как прочие люди. Мы не прочие люди, друзья. В этом вся суть. На заре Божьей не прочие люди. И когда ты уже осмотришься, ты понимаешь, вот он, все открыл. Знаете, Самсона не били, Самсона не пытали. Его мягенько гладили по голове. Так гладили по голове, что до смерти замучили. Вот так и грех делает. Пусть Бог сохранит, друзья. Почему так важно об этом рассуждать? Когда это произошло, 20 стих, он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Что удивительно, что это человек, который уже так много раз переступал вот этот порог предупреждения Божьего, как в заповеднике. Одну заповедь, вторую заповедь, третью заповедь. А Господь говорил, а Господь останавливал. То в этот момент ты думаешь, что может быть и волосы, когда стригут, и ничего страшного не произойдет. А может быть, даже и не заметил этого. Одна у тебя была мысль, освобождусь, как и прежде. Да как льва сейчас растерзаю. Легко. Что происходит, друзья, когда так много было отступлений, человек настолько притупляется, что даже здравый рассудок ему не поддается никак. Он просто думает, а я пойду, как прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Не вечно будет духу моему пренебрегаем, говорит Господь, в Слове Божьем. И мы как бы об этом все знаем. Но мы сегодня с вами разбираем именно этот пример. Для чего? Для того, чтобы понять. Нельзя заигрывать с некоторыми вещами. Нельзя. Что сделали они? Выкололи ему глаза. Это еще один прообраз, друзья. Можно быть очень серьезным мужем Божьим и оказаться без зрения. Это большая печаль. Когда сегодня разговариваю с некоторыми молодыми братьями. Вот вы знаете, как вот свидетельствует один мне и говорит. Вот ты знаешь, раньше молился, служил еще в молодежном служении. Ну, как бывает так. И было так легко. Вот Библию, говорит, открывал, читал, молился. И вот проповедь легко. И говорил свободно. Говорил, не напрягаясь. Пришло время какого-то отступления. Он признает и говорит. Знаешь, я сегодня читаю эту же самую Библию и не могу ни одной проповеди сказать. Молчит слово. Слово молчит. Читаю, вроде все головой понимаю, а ничего не говорит мне так, чтобы исполниться Духом Божьим. Встать на это место и говорить о Боге живом. Нету. Глаза выкололи. Понимаете, видишь и не видишь. Смотришь и понять не можешь. А думал, что будет все так же, как прежде. Ничего подобного. И в конце концов будет время серьезного такой пахоты над собой, что в жерновах будешь молоть, как молол Самсон. И будешь молоть, 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 молоть. И может быть вспомнишь в своей жизни вот то первое, что было в 14 главе, когда сказал, она мне понравилась. А оно мне понравилось. И ты молишь без... Уже больше тебе понравится мало что будет, когда ты в жерновах молишь за кого-то. Но может быть на тот момент Господь и проговорит уже к этому человеку. В чем пример Самсона? В том, что милость Божия в этом смысле от Него не отошла. Бог настолько любит нас. И ты будешь молоть и вспоминать. А родители говорили, сынок, не надо. Она из филистимлян, что тебе мало здесь девиц. Это как эхо, может быть, пройдет у тебя. И ты будешь понимать, ничего не вижу, но слышу, помню. Память-то не стер. И силы хватает вот только-только жернова тянуть. Но она как будто бы приходит. А приходит с чем? Он вспоминает ту свадьбу, на которой оказался, и был вообще непонятно, что я там делаю. Наверняка вспомнил ту ситуацию, когда с лисицами и так далее, все, что там с этим было. Вспомнил, как он в расщелине говорил, все, умираю. И наверняка вспомнил те ворота, которые отнес на гору. Что они там делают? Вы знаете, как картина. Я думаю, я об этом Библии не читаю. Но я представляю, что Самсон, наверное, мог об этом в этот момент очень серьезно размышлять, вспоминать. А может быть, и конкретно кается. И вы знаете, что интересно? Волосы-то растут, а Господь потихонечку начинает укреплять. А жернов потихоньку становится и не таким тяжелым. А может быть, Дух Господний возвращается. Но ничего не произойдет. Есть вещи, которые ты уже изменить не можешь. Есть вещи, когда в нашем возрасте ты приходишь к такому состоянию, которое понимаешь, что уже многие вещи изменить никак, потому что время прошло твое. Твое время, когда ты мог действительно освобождать народ Божий от филистимлян, оно в принципе пришло к тому, что ты жернова у них тягаешь. Это что, путь Божий? Друзья, у нас есть намного благословеннее путь. Самсон для нас как пример. Конечно, у Бога есть милость. И написано 28 стих. Почему я только что говорил о том, что мне кажется, что Господь работал над его сознанием. Господь напоминал ему «Самсон, вот был путь твой, и вот, что я тебе предлагал». А 20 лет был судьей Израиля. 20 лет, друзья, это не маленький отрезок. Это не просто какие-то прихоти какого-нибудь подростка, вы знаете, который не понимает, что он вообще творит. 20 лет. За это время было много-много-много всего сделано. А сколько еще было пустоты, о которой Библия не говорит? А может быть, там было что-то действительно выдающееся. Тяжело сказать. Одно я понимаю для себя. Господь что-то делал с этим человеком. В этом милость его. Он его не оставил. И на эту милость мы можем уповать. 28 стих, 16 главы. «И воззвал Самсон к Господу и сказал, «Господи Божий, вспомни меня, укрепи меня, только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистилянам за два глаза мои». Ну и так далее по тексту. Вы знаете эту ситуацию. Я думаю, что Самсон достаточно смирился пред Богом. Его молитва. «Вспомни меня, укрепи меня, только теперь, о Боже». И мы знаем, Господь ответил на его молитву. Господь ответил ему. Бог дал ему свою милость, и он еще раз исполнился Духа Божьего. И он свернул эти столбы и повалил там много людей. Но, друзья, сегодня надо сделать выводы какие-то. Мы читаем этот текст. Мы читаем несколько глав. Мы читаем об этом на заре и Божьем, который был предназначен от Господа, чтобы нечто великое и сильное сотворить в своем народе. Однако то, что мы читаем по факту о нем, заставляет нас задуматься о чем? Первое. То, что человек исполнен Духом Божьим, совершенно не определяет, что он будет поступать так, как хотел бы Господь. Вот как хотите. Еще в твоей власти остается твоя жизнь. Когда ты исполняешься Духом Божьим, ты не становишься автоматически рабом или роботом, который просто неосознанно выполняет волю Божью. Всегда у тебя и у меня, даже когда ты исполнен Духом Божьим, будет опасность поступить так, как тебе хочется. И вот те слова, она мне понравилась. Вместо того, чтобы задать пред Богом вопрос, а Богу это понравилось или нет? И ты идешь, 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 и тебя не остановить. Друзья, очень важно, мы молимся о том, чтобы Господь очень сильно исполнил нас Духом Божьим. Каждого, всех детей, всех и взрослых, но Господь не заберет свободную волю. Господь не сделает из нас людей безвольных. Сам себя подчиняешь Ему, сам себя проверяешь по Слову Божьему. Господь, это угодно вообще моя жизнь тебе или нет? Куда я вообще иду? А почему? А потому что в один момент ты можешь оказаться на коленях у Долиды. И что? Исполнялся Духом Божьим, жил как попало и оказался у Долиды и потерял все. Друзья, как важно сегодня просить у Бога не просто исполнение Духом Божьим, а просить и мудрости, как попросили его родители. Маной очень сильно возревновал и сказал, Господи, дай теперь, а как нам управляться с тем, которому надлежит родиться? Пусть Бог нам даст мудрости, друзья, помолиться об этом тоже. Не просто Господь сойди Духом Святым, крести Духом Святым народ твой. Я вот с каждым днем все больше это понимаю. Но, Боже, дай мне мудрость, как и с этой силой потом управляться. Потому что по-другому как читать и не понимаешь предупреждения апостола Павла. И языками говорят, и горы передвигают, и себя на все сожжения любви не имеют. Что? Пустота. Пустой звон. Друзья, для нас сегодня серьезные вопросы впереди. Вам впереди идти служить, трудиться для Господа. Пусть Бог поможет. Может быть, сегодня ты заглянешь в свою жизнь и увидишь, что я где-то на таком пути, который Господу совершенно не угодно, а я даже не заметил, что я тут делаю. Может быть, прошел пару тех порогов, где нужно было споткнуться и остановиться хотя бы, а ты перешагнул и сказал, а мне так хочется. Остановись. Не заглядывай в той льва, которого ты растерзал. Помните, о чем мы говорили. Не нужно тебе там. Тебе нечего там делать. Пускай твое любопытство, оно будет тобой уже и умершлило. Ради славы Божьей, ради твоего духовного состояния. Пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни исполнение Духом Божьим, наше назарейство осознанное, выбранное пред Богом, оно мы сможем сохранить от начала до конца и Бога прославить в своей жизни. Пусть Бог нам, друзья, в этом поможет. Пусть Бог вас благословит, молодых, поднимающихся, кто на служение, кто сегодня в собрании и всех нас, всех остальных. Прежде всего, себе говорю об этом, напоминая вот эти слова. Боже, помоги, дай мудрости, благослови, чтобы мне бодрствовать на своих путях и участь с жизни этих мужей Божьих, понимать, Господи, есть нечто Тобое предусмотрено для меня, дай мне это увидеть, дай мне, увидев это, сохранить и сохранив, реализовать свои жизни как призвание от Бога. Пусть Бог всем нам поможет, друзья. Хотел бы с вами молиться, встанем наши ноги. Знаете, все-таки, может быть, есть у кого-то такое желание, может быть, есть в сердце что-то, ты чувствуешь, что твои пути немножко как будто бы не совсем по воле Божьей. И хотелось бы, чтобы как бы Господь как будто бы глаза открыл или что-то показал. Такое бывает в жизни. Бывает и у молодого, и у взрослого. Не всегда бывает желание посмотреть на свои пути или воззвать Богу и сказать, Господи, зри, не на опасном ли я пути? Сегодня есть возможность помолиться. Если вы хотите, идите вперед. Если нет, на своем месте попросим Господа об этом. Пусть Он благословит, чтобы мы не ошиблись в своей жизни по имени Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok